Дамы и господа, еще раз добрый день. Меня зовут Имран, агент по недвижимости в Калининграде. Это для тех, кто со мной еще пока не знаком. Я хочу сейчас рассказать немного о ситуации, которая в течение дня сегодня происходила. При разговоре с разными людьми я услышал такое мнение, что цены на недвижимость начали в Калининграде расти. Я попытался спросить мнение людей, которые мне про это сказали, и чтобы они мне рассказали и обосновали, почему они так думают. Они сослались на то, что скоро летний сезон и ожидается приток туристов. Хочется сразу отметить, что приток туристов в Калининград значительно снизился. И есть поток туристический, который приезжает отдохнуть, есть поток туристический, который приезжает с целью купить недвижимость. Так вот во втором случае как раз ситуация у нас очень даже печальная. Почему? Потому что в нынешней ситуации, которая происходит в мире с Калининградской областью, немножечко все не так просто, как с другими российскими городами. Кто не знает, скажу, что не так давно, буквально месяц-два назад в Москве было зарегистрировано рекордное количество сделок. Оно бы могло быть и у нас таким по количеству, да, и по ценам. Возможно бы цены не поползли вниз, если бы не определенная ситуация, про которую вы все знаете. Но хочется сказать то, что сейчас в Калининград как минимум добираться очень неудобно, это раз. Одно авиасообщение, только лишь, все. Закроются самолеты, попасть сюда или выехать сюда будет практически нереально, да, ну кроме еще паромной переправы. Вторая ситуация, то что мы находимся в некотором таком, ну не анклаве, да, в таком географическом положении, за которое боятся. Например, у меня среди моих знакомых, наверное, семьи пять, когда началась ситуация, про которую вы тоже все знаете, просто сразу продали квартиры и переехали из этого региона в Большую Россию. Почему так происходит? Потому что люди боятся. И почему тогда собственники думают, что какие-то туристы откуда-то из глубинки вдруг решат переехать в Калининград в нынешней политической обстановке? К сожалению, пока такое не наблюдается. Конечно, есть люди, которые переезжают, им все равно на политику, они там свое критическое мышление имеют, и они на это не обращают внимания. Но в большинстве своем, я вам просто говорю, как человек, который в этой сфере сейчас работает, наблюдает эту картину прям ежедневно. В большинстве своем ситуация противоположная. Люди сюда перестают ехать, люди боятся здесь быть, люди наоборот отсюда некоторые даже уезжают, продают все и уезжают. Что хочется сказать по ценам? По ценам динамика у нас меняется очень быстро, еженедельно цены ползут вниз. Это происходит, опять же, еженедельно. Мы не успеваем, что только вот корректировать цены не в сторону повышения, увы, а в сторону понижения, потому что спрос значительно на квартиру упал. Сегодня мне звонил мой знакомый, говорил о том, что кто-то ему сказал, что все, квартиры не продаются, это дохлый номер, ипотеки огромные по процентам и все остальное. Ипотеки есть, ипотеки доступные, ставка по ипотеке снижается, поэтому за это можете не волноваться, не переживать. Сейчас доступность ипотеки составляет 14% годовых. То есть, если мы сравним 20, которые, 20, даже 25, некоторые банки предлагали ипотеку, которые были еще в феврале, в марте, сейчас у нас апрель, конец апреля, май, да, ставка понизилась до 14. Дальше будет, разумеется, тоже прогнозируется снижение ставки по ипотеке, и она будет более доступна, соответственно, это спровоцирует некоторый прирост покупателей. Но даже при 25% и при 20% люди все равно брали ипотеку, почему? Потому что ее можно рефинансировать. Да, поплатят они год-два, там чуть-чуть повыше процент, но потом рефинансируют, и будет все комфортно и нормально. Помимо этого, ипотека, которая льготная, это семейная ипотека, это ипотека с господдержкой 2020, это сельская ипотека, они доступны, и процентные ставки по ним практически не изменились, они такие же, как и были. Ну, помимо там одной программы, где немножечко подняли ставку. Но в целом это все доступно, поэтому ссылаться на то, что ипотека стала каких-то космических денег стоить, и поэтому у нас все закрутилось в негативном смысле, не совсем справедливо. Еще хочется сказать про, не то чтобы ипотеку, а про цикличность, да, вот кто-то говорит, что рынок цикличный, это все правильно, я сам с экономическим высшим образованием абсолютно правильно говорите, рынок цикличен и ситуация в мире тоже. Но хочется сказать, что этот цикл не будет через 2 месяца преодолен, да, то есть цикл в недвижимости занимает примерно от 3 до 5 лет. То есть у нас был определенный подъем в течение нескольких лет, сейчас будет какое-то время спад, на этом спаде рынок будет какое-то время находиться, потом, в зависимости от ситуации мы берем сейчас цикличность при условии, что у нас нет в стране или в мире войн, войн там и прочего, 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 там, катаклизмов каких-то и прочего. Мы берем классическую ситуацию, вот в этой классической ситуации цикличность рынка от 3 до 5 лет идет в недвижимости. При нынешней ситуации, когда вы не знаете, что будет завтра, как поменяется экономика, как поменяется кто-то с кем-то договориться из политиков, не договориться там, где какие-то торги в США пройдут, какие акции куда взлетят, мы этого не знаем, поэтому мы не можем прогнозировать с точностью, насколько быстро рынок пойдет вверх. Поэтому говорить о том, что, ой, я сейчас подождусь, сейчас рынок там опустится, поднимется и все, он может опуститься на такое дно, что вы потом вообще не продадите свою недвижимость, вам просто будет жалко, вы будете считать, что это без ценок. Поэтому выбирать вам, либо продавать в моменте сейчас, когда мы еще находимся не на самом дне, да, и успеть что-то себе купить нормальное. Особенно если у вас есть второе жилье, то это более удобный вариант, вы можете одно что-то продать, в другом месте жить, соответственно, и подыскивать себе при падении цен более доступный вариант, более хороший. Либо просто не продавать и быть вот так, как есть. Это все-таки будет небольшая стабильность. Это, наверное, больше руководство для собственников по мотивации к продаже. Если вы не уверены, не хотите продавать или вас постоянно колеблется стороны в сторону, что же делать, как же быть, то тогда лучше успокойтесь, снимите объявление с продажи, не композируйте мозг ни себе в первую очередь, ни своим покупателям, от которых вы будете убегать после очередной ночи, что вы продаете за бесценок и прочее. Это будет наиболее лучшим решением. Либо вообще берите и сдавайте квартиру. Это тоже неплохой вариант. Новые вопросы, которые вы пишете, я буду обязательно озвучивать скоро. Следите за Инстаграмом. Если вы еще не подписаны, то сделайте это сейчас. Имран Эксперт в Инстаграм. Есть у меня также канал на Ютубе, называется Имран Эксперт. Можете подписаться. Я там тоже буду публиковать и данные ролики, и какие-то другие материалы. И также у меня есть сайт realtor-kaliningrad.ru, где я выкладываю некоторые полезные статьи по поводу недвижимости. Это касается и ремонта, и ипотеки. Там же у меня есть собраны актуальные ипотечные ставки по примерно 20 банкам Калининграда, которые меняются в зависимости от ситуации. То есть сейчас крайнее обновление у меня было от 13 мая. Тут те ставки, которые сейчас актуальны. Раздел ипотека называется на сайте. Также есть там блог, который я веду. Я там рассказываю некоторые вещи интересные. Пишу посты, соответственно, публикую какой-то материал, который будет полезен как со стороны ремонта, так и со стороны продажи, покупки недвижимости, инвестирования в новостройки и прочий контент. Заходите, знакомьтесь. И есть там также раздел с вопросами и ответами, которые часто задают собственники. Это касается продажи недвижимости, это касается работы агентов, это касается и комиссионных, что кто за что получает, какие услуги оказывает агент и прочее-прочее. Напомню, что лучше работать с профессиональным агентом, как я. Поэтому вы знаете, что делать. Мой номер телефона будет в комментариях под этим видео. Новые вопросы пишите в комментариях или в директе. Мой номер телефона будет в комментариях под этим видео.